Любовь и совесть И глубокая, светлая, широкая И если мне было любви Любви Христа, мы не смогли И верить в одежду вечно жив И раздавить и всех людей любви Приди вскоре, вскоре тебя учет Давно вскоре и всю камень и тварь Сущи тебе, открой уже пора Прими любовь и сладость и река И если мне было любви Любви Христа, мы не смогли И верить в одежду вечно жив И раздавить и всех людей любви И если мне было любви Любви Христа, мы не смогли И без одежды вечно жив И раздавить и всех людей любви Он возлюбил тебя, меня давно Он возлюбил тебя, меня давно Он возлюбил тебя, кто еще одной И если мне было любви И если мне было любви Любви Христа, мы не смогли И верить в одежду вечно жив И раздавить и всех людей любви Да будет благословенно имя Господне Слава нашему Господу В особое время мы сегодня встречаемся В тревожное время И события последних дней Знамения красноречиво говорят о том Что мы слышим шаги нашего Господа Иисуса Христа Вначале я буду читать место из Библии Евангелие, то есть евреям Послание святого апостола Павла 12 глава я возьму, сокращая 24 стих А затем в конце я попрошу высветить Также 29 стих К ходатаю Нового Завета Иисусу и крови крапления Говорящий лучше, нежели Авелева Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего Апостол Павел говорит, что мы приступили Сегодня мы будем приступать к этому столу И в самом начале своей короткой проповеди Я хочу сказать, что служение, которое мы сегодня имеем Это опасное служение Дорогая церковь, это опасное служение Дорогие хористы, это очень опасное служение Дорогие служители, братья, предстоятели И пред лицом Господнем, это особое опасное служение Это особое опасное служение Чем опасное? Апостол Павел говорит, чем оно опасное Если я не добавлю к произнесенному выше о том, что это благословенное служение Я буду не прав, но оно опасное Почему всегда перед этим особо служение Перед тем, как мы будем приступать к величайшей и святыне во вселенной Братья всегда говорят Всегда предостерегают Всегда нам напоминают И всегда останавливают Это делают проповедники из этого алтаря Служители из этого алтаря И сегодня подобных алтарей по всему лицу земли Миллионы Миллионы С этого места, с которого Бог говорит Поэтому это опасное служение Для людей, не размышляющих Не думающих Не вникающих Это очень опасное служение Апостол Павел говорит Вы приступили И перечисляет Затем он говорит о том, что Смотрите, не отвратитесь И вы от говорящего Через это сегодня Бог нам говорит Через Голгофу Бог нам говорит Все предшествующие века и поколения До Голгофы они указывали на Голгофу Это было приготовление к Голгофе И все уже последующие То есть предстоящие Они говорили о Голгофе И последующие они также говорят о Голгофе И даже Иоанн видел слово, обогренное кровью В вечности он видел Слово, обогренное кровью Это об Иисусе он говорит И 29 стих Этой же главы Этой же главы Пожалуйста, покажите Не менее красноречиво говорит Потому что Бог наш есть огонь Поедающий Вот почему это опасное служение Вместе с тем Это благословенное служение Для тех Которые с верой И с дерзновением Подходят к этому столу Вот это Исцеление Братики и сестрички Для больных Для немощ имеющих И даже для тех Которые встречаются с нами онлайн Это благословенное служение Это Очень хорошее служение Проименую Три причины Почему Или Почему Это служение Не для всех Первая причина Это Это не для каждого Так скажу Это не для всех подряд Второе Не менее важное Это Причина Почему мы не можем Участвовать в этой Святыне Это Не очередное Принесение В жертву Нашего Господа Иисуса Христа Это не очередная Жертва Почему А Библия нам Открывает Почему Апостол Петр В первом послании По-моему Третьей главой В семнадцатом стихе Пожалуйста покажите Три семнадцать Первого Петра Три семнадцать Восемнадцатый Возьмите Потому что И Христо Чтобы привести Нас к Богу Однажды Пострадал За грехи наши То есть Христос Страдал Однажды Он Не будет Страдать Второй раз Это для тех Которые возможно Ожидают Мессию Нет Мессия уже был И он Однажды Пострадал Явившись К концу веков Для уничтожения Греха Кровью своей Есть второе место Не менее важное Евреям Апостол Павел Говорит Семь двадцать семь Пожалуйста покажите Не менее важно Евреям Апостола Павла Семь двадцать семь Который не имеет Нужды Ежедневно Как те первосвященники Приносить Жертвы Сперва За грехи свои Потом за народа Ибо он Двадцать восьмой Совершил это Однажды Это второе место Христос Второй раз Не придет Страдать Нет Если Приняли его Вначале Если Держимся Его Так как Мы приняли его Вначале Этого будет Достаточно Ну и третье Не менее Известное место Я По-моему Девять двадцать семь На похоронах В среду Мы читали А девять двадцать восемь Апостол Павел Дальше говорит Пожалуйста Высветите К евреям Девять двадцать восемь Так и Христос Однажды Принес жертву Чтобы поднять Грехи многих Второй раз Съявится Пропустите Пожалуйста Второй раз Съявится Не для очищения Греха Но для Ожидающих Его Воспасения Вот этих три места Поэтому Христос Это сделал Однажды Это не то Что очередной раз Мы приносим Жертву Нашего Господа Иисуса Христа Нет Он это сделал Однажды Однажды Почему Это служение Не для всех Только Для тех Которые Верою Приняли Иисуса Христа Господом И Спасителем Период Почему В наших Евангельских Церквах Мы не практикуем Мы не практикуем Мы не практикуем Преподавать Эту вечерю Для детей Это по этой причине Только для тех Которые размышляют Рассуждают Которые могут Анализировать Которые могут Вникать в себя Это Вторая Очень Важная Причина Дорогие мои Есть несколько причин Почему Это служение Что это такое Первый раз Я именовал Что это не для всех Второй Это Для тех Как мы говорили Верой Принявших Иисуса Христа Господом И Спасителем И это Великое Блаженство Для нас Это Великая благодать Для нас Иоанн Говорит В 12.32 Высветите Пожалуйста Цитирую Слова Иисуса Христа И когда я буду Вознесен От земли Всех Привлеку К себе Голгофа Мы говорим Сегодня о кресте Мы говорим О Голгофе Мы говорим О жертве Иисуса Христа Смотрите Когда я буду Вознесен От земли Всех Привлеку Все привлекаем Мы Но не все Привлеченные Это Очень важная Деталь Христос Привлекает Всех Без исключения Без исключения Почему Почему Вознесенный На кресте Христос Он Привлекает Знаете Знаете Почему Две причины Есть Есть больше Но важные Две причины Потому что Пострадавший За человека Христос Проявил Любовь Свою И Любовь Всегда Привлекает Она Всегда Притягивает Знаменитое 3.16 Иоанна Ибо Так Бог Возлюбил Мир Золотой Стих Евангелия Что Отдал Сына Своего Возлюбил Поэтому Любовь Она Всегда Привлекает Это Очень Важно И второе Не менее Важное Не менее Важное Вознесенный На кресте Голгофе Христос Он Говорит Людям О том Что Человек Нуждается В спасении И нет Другого Имени И нет Не было Другой Возможности Не было Другого Варианта Только Вознесенный На древе Христос По той причине Что Человек Потерян Без исключения Все Согрешили И лишены Славы Божьей Мы часто Именуем Этот Стих И вот Нужда Во спасении Повела Иисуса Христа На крест И в этом Наше Спасение И только Наше Вот почему Вознесенный На кресте От земли Христос Это Средоточие Всего Мы всегда Голгофа Это Средоточие Всего Голгофа Это Центр Вселенной Это Центр Вселенной Нет Другого Более Возвышенного Места Более Драгоценного Дорогого Для христианина Рожденного Свыше Места Чем Голгофа Мы всегда Говорим Что На Голгофе Он явил Свой Величайший Из подвигов Для человека Для человека Вознесенный Когда мы Возносим В наших Проповедях Иисуса Когда мы Возносим Его имя Мы правильно Делаем Мы правильно Делаем Это то Что делают Проповедники Проповедуйте Любого Иисуса Христа Но не Распятого Сегодня И будет Все Хорошо К сожалению Это То Чем изобилую Сегодня Современное Общество Любого Христа Проповедуйте Но не Распятого Потому что Дьяволу Очень не Нравится Когда мы Указываем Взор Человека На Голгофу На Голгофу Проповедуйте Любого Иисуса Христа Но не Того Который Взял На Себя Грех Мира И общество Будет Вам Аплодировать Проповедуйте Процветание Проповедуйте Прощение Без Голгофы Без Пролития Крови Проповедуйте Без Покаяния Все будет Хорошо Изи Гаспел Легкое Евангелие Но я Люблю Цитировать Мы не так С вами Познали Христа Ибо Истина В нем И мы Познали Его Истину Голгофа Самый Возвышенный Самый Превознесенный Самый Великий Во Вселенной И в глазах Бога Отца И самый Призренный И униженный В глазах Человека Вот кто Висел На Голгофе Вот кто Занял Наше Место Самый Великий Которому Поклоняла Вся Вселенная Которым Словом У своих Творил Видимый И невидимый Мир И самый Призренный Униженный Избитый И побитый В глазах Человека В глазах Его же Собственного Творения Вот что Такое Сегодня Для нас Является Драгоценная Жертва Иисуса Христа Уберите Голгофу Из наших Проповедей Уберите Слово О Кресте Из наших Проповедей И наши Проповедя Совершенно Потеряют Свою силу Они Ничего Не будут Знать Или Значит Мы говорили С вами О том Что Повествование О Кресте И истина О Кресте Сегодня Она Не в цене Сегодня Церковь Не в цене Сегодня Слово Божие Не в цене Сегодня Семья Не в цене Не в цене Почему Было Убрано Из общества Самое Основное Убрано Слово А это Слово Оно Зыждимо На Жертве Иисуса Христа Вот Почему Это Очень Важно Апостол Павел В первом Послании Коринфянам В первой Главе По-моему Семнадцатый Или Восемнадцатый Стих Говорит Ибо Христос Совершенно Ибо Христос Послал Меня Не крестить А благовествовать Не в премудрости Слово Чтобы не упразднить Креста Христова И Восемнадцатый Стих Говорит Ибо Слово О кресте Для погибающих Ее родство Есть А для нас Спасаемых Сила Божия Вот Что для нас Является Слово О кресте Кто-то Здесь носит Кто-то Помещает Этот символ У Своих Амбонов Церковных Кто-то На куполах Не об этом Речь Для нас Самое основное Слово Внутри Нас Слово О кресте Внутри Нас Этим Мы живем Рассуждаешь Днем ли Ночью ли Господь Не вникал А мысли Снова Возвращаются К этому Господи Спасибо Тебе Что ты Совершил В моей Жизни Дорогие Детки У вас Счастливое Детство Знаете Почему Потому Что Вот Это Потому Что Крест Голгофы И Кров Сына Дорогие Мужья У вас Прекрасные Жены Почему Потому Что Вот Это И Нет Других Никаких Причин Дорогие Жены У вас Прекрасные Мужья Почему Потому Что Вот Это Дорогая Церковь Вы Прекрасные А мы Кровью Иисуса Христа Семьми Почему Потому Что Вот Это Дорогие Прихожане Члены Церкви У вас Прекрасные Служителя Помазанные Духом Святым Которые Также Омыты Кровью Иисуса Знаете Почему Вот Это Это То Что Объединяет Христианство Это То Что Объединяет Христианство Я Помню Еще В библейской Школе Меня Учили Говорили Так Проповедник Который В своих Проповедях Ни разу Не Произнес Не Произнес Не Произне Не Произнесет Имя Иисуса Или Крест Голгофы Не Имеет Евангельской Проповеди Это Не Евангельская Проповедь Поэтому Вот Почему В наших Проповедях С чего Бы Начал Как Бы Не Продолжал Но Обязательно Звучит Это Драгоценное Имя Иисуса Христа Аллилуйя Аллилуйя Нет Другого Имени Нет Другого Имени Голгофа Мы Подойдем Сейчас Голгофе Я люблю Цитировать Только У креста Мы Можем Смыть Сердце Несмываемые Пятна Только У креста Сотник У креста Увидел И Провозгласил Засвидетельствовал Поистине Это Сын Божий Вот Какое Откровение Получает Человек У подножия Голгофского Креста Только Там Он Сказал До Этого Были Встречи До Этого Он Видел Чудеса Зломения Он Все Видел Но Только У подножия Глядя На Распятого Превознесенного От Земли Вознесенного Он Говорит Это Был Поистине Сын Божий Только Там Мы Можем Понять Глубину Падения Человека Греха Человека Только Там И Только Там Мы Увидим Величину Божьей Любви Аллилуйя Вы Знаете Я Вспоминаю Некоторые Из братьев Знают Мое Особое Отношение С Пилотами У меня Водилась И водится Большая Дружба С некоторыми Пилотами Аэрофлота Аэрофлота Я не говорю Аляска Аэрландия Я говорю Аэрофлот Российский И вот Некоторые Из них Они пришли К Богу Прям В Норсиатле На покаяние Как-то Выходил Целый Экипаж Целый Экипаж Выходил Из тюрдессы Там Девять человек Вышло На покаяние И вот Однажды Я говорил О том Что вне Креста Голгоф Нет жизни Нет жизни И вот Ко мне Подходит Капитан корабля Они С России Летали Некоторые Сейчас летают С Москвы В Сеаттль Летали И говорит Юрий Вот вы Говорили о том Что Крест Вот Вот Эта Перекладина Говорит Вы говорили о том Что это Так много Для вас Значит А они Совершенно Не знали Господа Иисуса Христа Все были Коммунистами Я говорю Говорили Вы знаете Говорит Что это Мне напомнило Один из них Говорит Александр Васильевич Такой Говорит Мне напомнило Что на дисплее Моего корабля На дисплее На мониторе Говорит Если две полосы При посадке Самолета Они не сойдутся Вместе И я не посажу Самолет Я разобью Самолет И 250 человек Которые Я Имею В самолете Я говорю Вот это Интересно Он говорит Да Смотрите Какой вы Даже смысл Говорит Я начал думать Что если Я не соединю Это Я не посажу Самолет Безопасно Однажды Я летел С России В Сеаттл И ночной Рейс был Я задремал Подходит ко мне Я в тему Братья Я в тему Подходит ко мне Стюардесса И так По плечу Постукала Так нежно Говорит Юрий Капитан корабля Приглашает вас В кабину Ну я прошел В кабину корабля Мне откинули сидение Я сел И один из Это уже не был Александр Васильевич Это другой был Один из Командиров корабля Говорит Я слышал Говорит Что вас Заинтересовал Этот крест У нас На мониторе Говорит Подойдите Ближе Пожалуйста Я вам Покажу Этот крест И он Показывает И говорит Если вот эта Полоса Видите Я говорю Вижу Если она Не сойдет С этой Полосой Мы потерпим Катастрофу В Сеаттле При посадке Я говорю Вау Спасибо Говорю Ребята Что вы мне Показали Даже в этом Глубокий Смысл Мы будем Сейчас Молиться Если Нету Креста В жизни Дорогие Христиане Не посадишь Самолет Не посадишь Самолет Если нету Креста Если Не подводим В наших Семьях В наших Беседах В наших Общениях В наших Молитвах Если не подводим К вот этому Не посадим Безопасно Нашу жизнь Не посадим Не взрастим Безопасно Детей Нет Общество Вне этого Оно Совершенно Уходит От Бога Оно Совершенно Не имеет Благословенного Будущего Без вот этого Без Голгофы И без Истины О Голгофе Мы сейчас Будем молиться Друзья Мы придем К Господу Иисусу Как Много Значит Этот крест Аллилуйя Я знаю Что мы будем Приступать С дерзновением К престолу Благодати Приступайте Те которые Имеют Немощ В теле Которые Имеют Немощ Может Прикованы К болезни Там Где Вы Есть О Это Очень Великое Служение Это Благословенное Служение Аллилуйя Тэнки Джизис Склоняя колени Молимся Благодарим Тебя Господь Славим Тебя Славим Тебя Славим Тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok